Так, Local Record, Moscow Five против некой команды УГ, по-моему, или ГУ. Ну, в общем, название ГУ, всё-таки название ГУ. Давайте посмотрим с вами на составы. ПКГ на Чене, достаточно странно, потому что предыдущий он играл как раз на Тинкере. Вигас на Сент-Кинге, Адмир на Тинкере, Сайлент опять на Кэри. Он уже играл, по-моему, две игры назад на Антимаге и Бладенжел на Виномансере. Против нас Энигва, Хаус Кнайт, Виндранер, Бонн и Лешрак. Ну, только у Бона нет стана. То есть, в принципе, все здесь с десейблами. У нас, ну, Сент-Кинг. Сент-Кинг только с десейблом. Ну, если слоу можно считать десейблом и у Чена, а Билк, то тоже её можно прописовать. Ну, так вот, посмотрите, Москва-5 сейчас заходит из Ханраута, гоняют. Ну, увидели, увидели, но шансов поймать никаких не было. Ну, потому что просто ловить нечем. Не стана, нет. Можно было бы зацепить, наверное, Гейлом, но... Нет. Не в этот раз. На верхней линии у нас будет стоять Бонн. Герой с Escape Ability. То есть, вот, потенциал Виномансера и Джиггернаута здесь будет работать слабо. В случае только если повезёт. Повезло Хаус Кнайту. Инвиз. Достаточно неплохая руна, но Сен Кинга здесь, наверное, будет поймать тяжело. Хотя... Ну, тут... Две секунды здесь... Ну, здесь в общей сложности четыре секунды, если повезёт. Но... Вряд ли. Влокнули сюда Вард. И на нижней линии у нас Тинкер против Верки. Ну, там пытается что-то сделать, но ей тяжело бороться с лазером, потому что там вечные миссы будут. Только здесь на реген маны ничего нет. Гоняет, гоняет Тинкер. Верку просто за счёт того, что у него есть нюки. У неё... Пока нюков нет. У неё есть Виндран. И паурашота нету. И здесь, смотрите, в лесу... ПКГ изолирует от фарма. И Нигма, Нигма первого левого. Она пытается застопить. И, кстати, у неё даст довольно неплохо. Получаются хорошие блоки. ПКГ ловит стан на одну секунду. Стан для широка на две. И, похоже, это ферсблат. Да, великолепно технично только что разыграли наши глаза в ГУ. Великолепный блок маленькими доучками. Вот здесь... Сатир ПКГ пытается нахернить им по башке. Но, тем не менее, это 1-0 в пользу команды J.U. Сенкинг на центральной линии, конечно, здесь... Ну, будет далеко позади. То есть, в принципе, убить его тяжело. Но изолировать от фарма, ну, не так сложно. Опять же, мы видим, что здесь поставлена сентра. То есть, вот сейчас, если будет заюзан сеншторм, если подумает Вигас, что он может уйти через сеншторм, то он будет разочарован. Разочарован. И на нижней линии у нас Тинкер определенно выигрывает линию, пока на данный момент у ВР-ки. На верхней линии Джаггернаут. Также паунит Бона. Пока на 200 голды. Ну, вот Сенкинг не лезет. Он понимает, что для него это может плохо закончиться. Поэтому просто стоит и пытается ловить экспун. Но его даже от экспы отрезают. Денает. Ну, тем не менее, линия все равно будет сейчас. Подойдет к башне Сенкинг свою. Экспу получат. Что-то везут Тинкеру. Здесь бутылочка уже у Тинкера. Реджен. Редженерейшн. И посмотрите, Лешрак. Лешрак сразу бежит на руну. Тинкер. Да, Адмиру здесь не повезло. Так вот, проверил. Есть рунка здесь, но видит, что здесь Лешрак. И назад. Назад полетела. Тем не менее, по вардам. Здесь для Москову Фальт защищена только верхняя линия от ганка с центра. Нижняя никак не защищена. И... Ну что, смотрите. Стан. Еще стан. Диаболик. Нет, не включает. Диаболик. Копает. Очень интересно. Диаболик. Засасывает. Палочка. И... Дым. Ахахаха. Да, ну тычка все-таки попала. За счет. Вот он. Вот стоял лорд. И... Не уйти было. Ну, достаточно странно. Разыграл здесь... Сэн Кинг. Из Москова Фальт. Зачем он полез? Убить было... Там тяжело. Убить было тяжело. Только на ошибку надо было играть. Ну, лишь рак этой ошибки не совершил. Гэл хорошо заходит в бонус. Сразу в инвиз. Ну вот выманивают ману. И уже маны нет. На следующий инвиз можно будет попробовать убить. Сейчас вот Субермарск покупает. Чтобы хоть как-то регенить ману. Ну вот выходит из инвиза достаточно скоро. Сейчас будут уже пушить М5 верхний Тиван Тауэр. И пока мы здесь сварили. Виндранер. Yep, you're dead. И это минус Тинкер. И здесь завыбали бона. Все как бы понятно. Причем убили бона даже без Блэйд Фьюри. За счет того, что никакой маны у него не осталось. И можно достаточно ли просто пропушить эту башню. С помощью Блэйд Фьюри. Срубаются крипы. И плейгварды какого? Первого. Здесь интересная страшная прокачка. На пользу Инстинк тоже на единичку. И Сэнд Кинг видит Хейст. Но Хейст этот заберет Хаос Найт. Хаос Найт забирает Хейст. У верхнюю башню, однако, забирают. Москва 5. И по голде. Москва 5 впереди. По XP. Несмотря на то, что счет 3-1. Москва 5 по XP также впереди. На голду посмотрим. Тинкер. Чен. Ну, Москва 5 оккупировали. Топ 4. Ну, 3 в 2 так они изменялись. Однако первые два места на стороне Москва 5. Ну, Бона опять нечем убивать. Но ему не нужно убивать его. Просто контролирует ситуацию. Здесь Энигма. У нее нет даже 6 уровня. И на нижней линии опять отдается Тинкер. Это ей надо собраться. Мы видим, что Хаос Найт под хостами сейчас передвигается наверх. Энигма здесь близко. Два стана. Это очень опасно. Но достаточно интересная прокачка у Джиггернаута. То есть не просто Боид Фьюри с плюсиками. Но Боид Фьюри еще плюс Хеллингвард. И Смог. Заюзан Смог. Вот сейчас можно найти Энигму. Так Гейл заходит в Энигму. Да, великолепно. Начинается разрубить ее с руки. У нас Сайлент. И 220 голды здесь на центре. Уходит Лешрак. На 25% здоровья. И снизу у нас Лазер. Ну вот убегает. Убегает. Конечно не может здесь Тинкер ничего сделать против ВР. Ему не хватает просто урона для того, чтобы срубать ее с прокаста. Но догнать он ее не может. При этом Энигма мы видим. Телепорт на нижнюю линию. Заюзан Смог. Здесь еще Инвиз взят бутылочку. Но тем не менее повезло Тинкеру. В верхней линии продолжается. Жестокий пуш. Никто не препятствует. В Инвизе посмотрите. Опасно. Опасно для Вигаса. Однако в центре вардов больше нет. Так. Что-то здесь пытаются. Пытаются ввести его. Так. Заходит. Шестой уровень. Шестой уровень. Подкоп. Ну грызет. И стан на 3 секунды. Просто давай пока. Господи. Как же неаккуратно играет Moscow 5. И вот здесь на нижней линии тоже Энигма. Вендера. Верка. Ну все зависит от того. Верка должна начинать. Должен быть качественный Шейкл. Однако похоже, что Энигма не выдерживает. И решает сам начать. Так. Шейкл. Так. Малифик. Где же Шейкл? Ну Шейкл, к сожалению, не качественный. А пауэршот там. Пауэршот, кстати, 3 левела. И, ну наверное, можно было там. Энигма очень плоха. Приходит сюда Сэн Кинг. Сэн Кинг. И, похоже, не видит его. Да, Сэн Кинга не увидели. Сэн Кинг заходит. Здесь есть Вендеран. Подкоп. Ракеты. И лазер. Вот. Найс. Говорит. Вендеранер, кэй, это не понравилось. 4-5. Черт. Всего лишь на 1 очко отстают Москва Файфа от своих визави. Ворды. Давайте взглянем. Ну, погалдим. Воевается вперед уже Сайленд. Ну, совершенно интересно видеть Сайленда на основном кэре. Стан опять на 3 секунды. Пытаются скрести его. Стан от Кентавра. Клэп. Так. И массовые телепорты. Вендеранер. И Энигма. Заходит сюда. Набросился. Налишрака. И обманывает. Обманывает. Налишрак. Связка. Связка хорошая. В Сен Кинга. Размен. Размен лучший, что могут предложить сейчас в этой ситуации. Москва Файф. Сен Кинг делает дабл килл. И кто-то, кто-то на базу. И попали в него. И попали в него. И странно просто сразу там пытался раскастоваться. Раскастовочка идет. Джиггетовочка. Зажимает. Ну, хватит ли. Хватит ли времени Сен Кингу, чтобы убить. Джиггернаут уже подходит. Скайбут. Есть. Подкапывает Сен Кинг. И это 9-8 счет. Уже для Сен Кинга. Последние буквально, наверное, минуты-полторы вышли замечательными. Он сделал 4 кила. Да, 4-2. Было 0 на 2. Сейчас 4 на 2. Неплохо все стало развиваться для Москва Файф. На нижней линии опять. На нижней линии возвращается ВР. И там Тинкер. Давайте взглянем. У нас Тинкер 3-300 против 2-500 УВР. Несмотря на то, что она 2 раза убила Тинкера. Ну, варды уже 3-го уровня. Позволяет достаточно просто пушить. При том, что у Сен Кинга еще... Третья обилка на тройку прокачана. То есть это, ну... Вкупе с Джиггернаутом и с Блэйд Фьюри должно просто крипов разносить на раз-два. Бон здесь. У Бона фарм, ну... Никакой абсолютно. 25 на 4. Фарм не самый лучший для Бона на 10-й минуте. Но, опять же, его просто отрезали от фарма на верхней линии. Единственное, что он мог не отдаваться. И то он один раз отдался. Полетели ракеты. А пули летят. Пули. А пули летят. Пули. В одного бы что-то попали. И опять в него же. Так. Ловит у нас Хаус Найт Чена. Сразу же получает Гейл. Сюда телепортится. Хил от Чена. Ну, Чена здесь, наверное, убивают все-таки. Ну, да. Чена убивают. Но, тем не менее, Хаус Найт тоже отмирает. На кулдауне Виндран. Ну, подкоп. Подкоп от кулдауна все раньше. Пытался, пытался, видите, Клэп. Клэп хочет, съедает. Ну, уходит. Здесь, конечно, скорость дает. Ракеты летят. Пытается дарить подкоп. Отличный от Вигаса подкоп. И можно срубать башни. 13, 9, 3 или даже 4 в 1 разменялись Moscow 5. Хороший результат. Но башню, тем не менее, срубить не смогли. На нижнюю линию сразу вот переходит Чен. Здесь по-прежнему есть башня. Она сейчас будет пытаться давить ее. Наверх не фармится Джаггернаут. Он даже не вмешивался в драку. Или Шрак у нас разрывает Цин Кинга. Заюзан зачем-то Глиф. На нижнюю башню. Так, пытаются задинаить. Но здесь много змея. Вряд ли получится. Да, Веномансер разрушает башню. И, ну, опасно, опасно здесь было накидываться. Хаус Найт это понимал. Поэтому не стал лезть, потому что здесь 5 полигвардов с суммарным демоджем где-то 230-240. И лезть сюда, ну, не было вообще никакого резона. 13-10 счет. И на нижней линии Транквил Буци. Бон. Бон уже купил себе сапожок. Хорошая опять связка. Пауэршот. Ест Крэпа. Ну, пытается заблочить. Так, ну. Пьет бутылочку. Сейчас вот пауэршот. Но мимо, мимо пауэршот. Да, уэрка не поражает, конечно. Так, реарм. Реарм. И здесь уже, посмотрите, подошел Чен. Вендранка. Вендрань бегает. Он закончился, кстати. Полетели ракеты. Ну и что? Какая судьба и связка. И Бон здесь опять на кулдауне сапожок. Лазер в него. Но встретить некому. Здесь Стран был на кулдауне. И он уходит в инвиз. Пытался, пытался. Стран Кинг здесь на шару подкопать. Но Бон ушел. Бон ушел по другой траектории. Видимо, предчувствуя, что его могут заловить там. И был абсолютно прав. В 14.10. Пора. Пора Адмиру на базу. Вернуться за маной. Здесь Даггер еще будет очень нескоро. Вендрань возвращается на нижнюю линию. Опять вот очень сильно повезло. И что не убили ее до этого. И вот здесь готовится. Смотрите, заходит. Так. Так, так. Ну вот. Неужели... Ну там не упают. Не упустят. Там тяжело с бутцами. И пытается он выйти на такую позицию, чтобы двоих ульт закачать. А, нет. Ульт на кулдауне здесь. Ульт на кулдауне. Сейчас надо Хеллинг Вард ставить. Ох, ну Вигас здесь красиво, конечно, разыграл. Вигас много-много урона. Вошел сразу. Вигас раскастовался. Минус башни. И сколько там по галде преимущества. Уже преимущество по галде стремится к 10 тысячам. Думают, что надо на Рошана зайти. Может, Коффайв. Но, тем не менее, начинают все-таки с башни. Пон качается на верхней линии. Но это как раз одна из тех игр, где раскачавшийся, если даже удастся Бону раскачаться, в чем я сильно сомневаюсь, раскачавшийся Кэрри уже не сможет повлиять на какой-то баланс глобальной игры. То есть он, наверное, сможет там, да, в спину подскрести, вылезти из инвиза в драке одного, если ему очень повезет, двух. Но это явно не тот Бон, который способен будет решать судьбу командных сваток. Ну, вот здесь ждут Хеллингварды явно. Сэн Кинг уже... Ну, вот он. Одна хорошая драка для Сэн Кинга. Минус два. И это Даггер. Это Даггер. Сбивают. Блок магический. Тинкер отгоняет. Реарм. Ракеты летят. Лазер. Ну, вот разводят. Разводят не дают даже близко приблизиться к Рошану. Блок от Рошана, конечно, он достается Джиггернау. Тут там барабаны, там скоро будет Дефьюзл Блэйд. И для Москов 5 все складывается наилучшим образом. Двали от Транквил, Мэджик Вант. И здесь, кажется, пытаются поймать. Так, 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 что развернул Сайлент. У него был... Есть ультимейт, но он явно не хочет его сливать на одного героя. Ну, вот Фейзы... Нет, накидывается. И, да, с ульта падает. Хаос Кнайт здесь. Смотрите, Вига с каким-то образом. Они блочат друг друга. Блочат друг друга, отходят назад. И Энигма. Энигма от сапожка нет. Сентри Вард есть. Пошел бой Фьюри. Энигма. Так, ну, хочет, хочет. Одна куль на кулдауне. Единственное, что он может предложить, это Малифик. Так, и на раскастовке Вига взрывается. Бон только уходит сразу, сразу. Минус два. И что, промахнулся. Промахнулся под копом у нас Вига. Есть Мок. Ну, видимо, не будут останавливать пуш у нас. Ребята из Москова Файв. 16 минут. 22. 10. Счет. Вылез Лешрак. Поставлен Вард сюда посмотреть. Так, ну, вот связка хорошая, опять же. Посмотрите, даже не с Крепом, а с Джиггернаутом. Но при этом мы видим, что есть Хеллингвард. Ну, он как бы первого левела, но тем не менее, второго уже. Но это 3% жизни. Это весьма серьезно. Смысл бежать за Веркой нет. Против Левендрана здесь не догонишь. Несмотря даже на фейсбуцы. И на нижней линии из Птинкера спокойно, спокойно себе фармит. Тем не менее, посмотрите, Грейл он достает лишь Рака. Но уходит, уходит и не стоит лезть. 8 секунд кулдаун у Энигмы. Здесь, как ни странно, есть ультимейт. 125 мара. То есть, в принципе, мы видим, что здесь при монопуле 338 это... Так. Забирают. Пытаются забрать Бона. Очень хорошо заходит Грейл в двоих. Урон просто фантастический. Москва 5 сейчас наносит. Однако связка. Сен Кинга связывают. Сейчас какая-то музыка появилась. Сейчас я с ней разберусь. Так, ладно. Сейчас мы досмотрим эту Драку. Не, ладно. Не будем досматривать. Так, сделаем. Глиф заюзан. Лешака. Да. Форстаффит. Ну, немножко не туда. Не повезло, конечно, Адмиру. Хотя он выцепит Лешака к ним. От группы. Иди сюда, сладенький. Но, сладенький развернулся и пошел в другую сторону. Тем не менее, мы видим, что стоят Москва 5 на базе у соперника. И те ничего не могут сделать против них. Ну, просто потому что ты подходишь и тебя убивают. Тем более, есть ультимейт. Так, вот, смотрите. Накидывается в четырех. Хорошо ульт. И раскастовка Сен Кинга. Сен Кинг. Дабл килл. Трибл килл. И это минус 4. И еще ухилл вдобавочку. ГГ пишут игроки команды J.U. Это действительно была красивая игра в исполнении команды Москва 5. Турнир в ОПЛ. Не переключайтесь. Следующий матч будет против команды Ротуской. Я надеюсь, что его постримит кто-то другой. Потому что я, возможно, стримить его уже не смогу. Завтра на работу. И зарубает вендеранерку. Но они дисконнектуются. И это все. Трон падает в течение ближайших секунд. Мы, наверное, даже досматривать это не будем. Окей. Moscow5.ru Самые последние новости о нашей команде. Для вас работает Марчелло. И, ну, заходите на Moscow5. Мы вас любим.